Совсем скоро они покинут скены родного профучилища и смогут реализовать себя в профессии слесаря-сантехника. А сегодня, будучи еще студентами, соревнуются за звание лучшего сварщика в конкурсе профессионального мастерства. В их руках железо приобретает подчас самые немыслимые формы. Почему, расскажет моя коллега Ирина Нижалова. В умелых руках сварщика кусок обычного железа превращается вот в такие оригинальные арт-объекты. Например, на изготовление этой железной собаки у мастера ушло всего три дня. Такие оригинальные фигуры могут украсить любой двор. Среди тех, кто приложил руку к железу и сотворил большую часть этих оригинальных арт-объектов, Алексей Марков – студент третьего курса Ненецкого профессионального училища. Все тонкости сварки молодой парень постигает на собственном опыте. Вдохновение ищет в интернете. Заходил в Ютуб, смотрел, как делается, и все. Выполнял. Железо, обычное железо. Без плавок, ничего такого нет. Ну, сложно вообще делать. Для меня это какое-то шедеврное, я не знаю, особое чувство. Ну, там само собой все получается. Просто придумываешь, фонтезируешь, все. Какие инструменты использовал? Болгарка, сварочные маски, электроды, сам инвектор. Ну и в принципе все. Сегодня Алексей вместе со своими одногруппниками участвует в конкурсе профессионального мастерства среди сварщиков. По результатам отборочного этапа из 17 участников в финал конкурса вышли пятеро. Здесь присутствуют два работодателя. Они смотрят, как ребята сделают. Они должны сделать стаканчики. Самое главное, чтобы не было никаких зазубрин. Все должно быть ровно, во-первых. А во-вторых, вода не должна из этого стакана вылиться. То есть не должно быть щелей. Поэтому ребята стараются, кто лучше из лучших. Потенциальный работодатель внимательно наблюдает за качеством выполнения сварки, а после оценивает готовые результаты. Еще несколько минут и наступает волнительный момент – награждение победителей. Каждый из ребят получит грамоту и денежный сертификат. По результатам заключительного этапа второе и третье места заняли Сергей Волчейский и Виталий Родионов. Победителем конкурса признан Алексей Марков. Почему ты выбрал профессию для себя? Мечта. Давно уже стремлюсь. Поеду дальше поступать в гору Свердинск. В этом году НПО отметит 60-летний юбилей. По этому случаю в училище планируют открыть музей, в котором, возможно, будут представлены в том числе и железные фигуры, выполненные руками лучших студентов-сварщиков.